Всем привет, с вами Дарья Кейс, сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге Он же Питер, он же пристанище для всех видеоблогеров, которых я только знаю Сделать это видео меня натолкнула как раз-таки поездка, потому что обычно, когда мы находимся дома, мы не замечаем каких-то вещей К примеру, что мы берем с собой С собой я взяла, как для меня, ну, казалось, вещи совсем неудивительные И с этими вещами я нахожусь изо дня в день В этом видео я вам расскажу, что же лежит в моей сумочке Подразумевалось, что эта сумка идет для ноутбука И я думала, я буду носить какие-то мелочи и ноут с собой Но мой огромный ноут сказал мне стоп Даже если он подходит по диаметру, он туда все равно не залезет Чисто вот, ну, так вот он захотел Короче, эта сумка оказалась чуть меньше, чем мне нужна Но я ее все равно использую, потому что она классная Она полностью кожаная и очень минималистичная Тут вот такая вот застежка и такой кусок материал Открываешь, и тут замочек Его также вскрываешь Наверное, люди, которые панически боятся, что их обкрадут Будут в шоке, что можно вот оставлять такие огромные дыры в сумке и не закрывать их Но у меня не было еще такого случая Перед тем, как мы начнем это увлекательное путешествие в мир моей сумки Вообще, ну, типа, хотелось сказать, что я вообще в этом Питере-то забыла Странный кофе, конечно, не самый лучший, который я пробовала Это питерский баггинс кофе Ну, такого, знаете С печенькой потянет В Питер я приехала вместе с Гевом Он проводит серию мастер-классов Точнее, мастер-классы фан-встречу Она была в мейкап-бюро На первом я была моделью в качестве модели Вот, и можно сказать, у нас такой получился совместный отпуск в Питер Вот, никуда сходить не удалось Времени, на самом деле, пипец как мало Я успела лишь встретиться со своими подругами в Питере И, по сути, сходить на работу, так называемую И, в общем-то, и все И остальное время я провалялась в отеле Потому что была какая-то странная переклиматизация Я даже не ожидала, что может так от Питера Из Москвы всего лишь Питер Так жестко заболеть голова Но это все-таки получилось Особую питерскую культуру я не знаю Тут я всего лишь второй раз Первый раз я была этой весной То есть за всю мою жизнь я побывала в Питере всего лишь два раза И я никогда не выпускаю возможность куда-нибудь съездить Даже в качестве модели Прикол моей работы моделей и ассистентов был в том Что я была просто ужаснейшим ассистентом Когда я помогала собирать Геву его вещи Я нечаянно взяла сумку на вот его рабочем столе Какую-то положила к нему Думала, это его косметичка Но я-то откуда знаю Оказалось, что пришли потом модели на отработку И это была сумка этой модели И я такая, прикол Да, Даша воровка сумок моделей В итоге, когда Гев решил просмотреть, чьи там вещи Он такой говорит, а это что такое, чье это Он такой, ой, это моя сумка, я ее искала И я такая, ну, помощник Зовите всем Мастер-класс прошел очень душевно Компания была небольшая Мне понравилось Чтобы нормально существовать в Питере Я с собой взяла целую сумку продуктов Которые так или иначе использую каждый день Начнем с больших предметов Бумажное изделие Как вы уже поняли Это паспорт и блокнот Паспорт у меня в кожухе Как это называется? В чехле? В обложке Паспорт у меня в обложке Которую мне подарил папа Еще как только я получила паспорт Это 2010, по-моему, год Более интересная вещь Мой блокнот Который я лихорадочна Если меня все бесит Начинаю вырывать страницы Обычно еще у меня тут валяется ручка И я записываю сюда то, что я придумала А потом меня настигает какое-то расстройство Обсессивно-компульсивное По поводу того, что нужно ввести более аккуратно Во-вторых, более ясно выражать свои мысли И я начинаю все выдирать и переписывать И потом все выдирать просто и выдирать И я в очередной раз все выдрала Выдрала все страницы Единственная тетрадь, которую я красиво оформила Это тетрадь, когда я готовилась по литературе к ЕГЭ Ну, я понимала, что это делать надо А делать я это не хотела И поэтому я делала это красиво оформлено Но зато Зато все тетрадки К предметам, которых я готовилась Особенно по литературе Мне очень понравилось, как я их украсила Весь материал, получается, я законспектировала Из каких-то учебников Или из конспектов Переконспектировала в материалы под ЕГЭ Разделила на разделы Все очень красиво оформила С фломастерами, наклейками и так далее Это были единственные тетради, которые я реально красиво и старательно оформляла То есть, по сути, блокнот у меня сейчас является местом Где я не то чтобы записываю, я могу в заметках в айфоне записать какую-то идею, которая мне пришла Тут я больше зарисовываю, если мне нужно что-то кому-то объяснить Поэтому не совсем удачный вариант для того, чтобы вести какой-то личный дневник и таскать его с собой Потому что потом свои записи я, если честно, с трудом могу перечитать и понять, что там написано Следующая большая вещь это косметичка В ней, значит Дофига на самом деле косметики и она вся нужная Какой-нибудь крем я его использую и для лица, и для рук Эта малютка попалась в пудре Discovery Box Просто я ее отправила себе в косметичку, чтобы лишний раз увлажнить либо кутикулу И я тут поняла, что реально маникюр дольше сохраняется, если увлажнять кутикулу Это крем NYX, крем France de Beauty Похоже, я отношусь к таким людям, которые думают, что правила созданы не для них И они исключения из правил Я думала, ну, что все увлажняют эту кутикулу? Ну, типа, у меня и так все хорошо У меня и так все обновляется, маникюр держится И потом, когда я сходила на аппаратный маникюр, я поняла, про чего люди говорили все-таки Если после аппаратного маникюра кутикулу не увлажнять, то она просто пойдет бороздами И так со мной и случилось Я думала, да что ж за херня Мне одна сделала не очень маникюр, вторая сделала не очень А в итоге просто элементарно нужно увлажнять кутикулу, чтобы она всегда выглядела хорошо Это именно такой походный вариант Не значит, что я этим пользуюсь все время Также удивительно рядом, как я могу взять большую кисточку для тонального средства И корректор, а не тональное средство, я не знаю Но мне почему-то очень нравится именно пользоваться корректорами на все лицо Очень легкими, например, это Herborean Touch Pen И использовать кисть То есть не распределять это руками, а прям кисточкой Не могу почему-то руками пользоваться именно для тональных средств Потому что они обычно у меня какие-то легкие Оттенок Claire Этот корректор можно легко распределить на все лицо Но я бы не сказала, что он лучший для того, чтобы Понятно Этот корректор именно по цвету, ну не скажу, что мне очень сильно подходит Он немного все равно окисляется почему-то в какой-то оранжевый Хотя он прекрасного изначального цвета, но потом немного окисляется Потом, поскольку я наношу его совсем немного, мне это никак не мешает Потом я просто могу взять, к примеру, пудру Не матовую, а это Alliance Perfect Cloreal Приятное дополнение, что тут есть зеркало И, естественно, я использую это как зеркало сразу с самого начала Получается, в него смотрюсь Спорная вещь, вот эта вот пуховка Ее можно иногда использовать, если что-то нужно расправить Но я ей в 90% случаях не пользуюсь И использую вот эту вот кисть Ей набираю и матирую лицо Либо дополняю где-то плотность покрытия, где я не справился корректор Плюс этой пудры, что она делает кожу бархатной Сразу же смешиваясь с кремом, который я нанесла ранее В каких-то недостающих частях И в течение дня вы все равно не будете блестеть Будет такое приятное слегка, может быть, сияние Которое вот как раз... Раньше я, кстати, с собой вообще никогда не брала пудру И это, кстати, моя главная была ошибка Потому что, когда я делала селфи Я очень часто расстраивалась Потому что вот эта область носогубной складки Она очень часто поблескивала И вот, допустим, у меня эта проблемная область Когда ты делаешь селфи, она бликует И если бы я ее хотя бы слегка заматировала То фотография смотрелась бы уже более как будто бы отретушированной И то же самое можно было сделать немного с подбородком Ну и, в общем, в целом со всей Т-зоной Фотография бы смотрелась уже как будто бы обработанная Просто один из тех вариантов, как можно сделать фотошоп в реальной жизни У меня оттенок 4N, бежевый Но за экстра матированием можно обратиться к старой доброй пудре Infoible от L'Oreal Она очень матовая, более плотная и стойкая на каждый день Ее можно использовать вместо тонального средства абсолютно Мне подходит больше вариант с пудрой Alliance Perfect Эту пудру, я думаю, подарить подруге У меня есть такая подруга с жирной кожей А этой буду пользоваться сама Потому что она мне подходит лучше для сухой и нормальной кожи Обе пудры сейчас действует скидка на Wildberries Так что оставлю ссылку вам в описании Что у меня в косметичке-то дальше лежит У меня два продукта для глаз Одно я рисую стрелки, если мне нужны четкие Другое я прокрашиваю межресничку И если нужно, бежевым карандашом прохожусь по нижней слизистой Чтобы, так скажем, освежить свой макияж Короче, чаще всего я так не делаю, использую только черный цвет Незаменимая вещь, когда вы хотите, чтобы ваши ресницы выглядели красиво Это щипчики для завивки Какие-то ноунейм Я, по-моему, заказывала на сайте корейской косметики Тужный ресниц Котрес Маленькая кисточка для того, чтобы подтушевывать стрелку Это кисть-язычок от Manly Номер 29 И натуральная кисть, которую я заказывала на Али Мне она очень нравится Она из щетины И я использую ее вместе со средством для бровей от Manly Это перелитый Manly Tint ET04 и смешанный с ET05 Ну, то есть по настроению, чтобы, если захотел немного светленького, берешь ET05 Если захотел немного темненького, ET04 Она немного подсохла, но вообще я ее люблю использовать даже в таком подсохлом виде Это как бы вот я перелила сюда для того, чтобы было это все как бы компактно Использую такую кисточку, которая одновременно и растушевывает, и наносит продукт Закрепляю волоски прозрачным гелем от Rimmel С помадой не все так просто Сейчас у меня две новинки, так скажем, которые я чаще всего использую Потому что я думаю, ну вот чего я буду использовать один и тот же карандаш, вы сами понимаете, какой для губ Мне реально очень нравится дизайн у этой помады Сергея Наумова Цвет очень близкий к тому, что мне нравится, но немножко все-таки выбеливает Но как закрывается упаковка, я просто не могу Красивый оттенок, который у меня, кстати, сейчас на губах Это Stellar Sleeve, Дикая слива или как там она? Тон 11 называется Бархатная слива Я ее немного промакиваю, просто необыкновенный цвет Немного темнее, чем оттенок Baroque Rose 15 от Сергея Наумова Две эти помады пока что мои мастхевы, которые я вот ношу с собой Складываем все внутрь Закрываем, откладываем У меня тут еще осталось немного барахла, так что переходим с косметической части на такую, такую немного развлекательную и смешную Тут даже немного аптечную, я бы сказала У меня есть тут два средства Это уралисан, который является профилактическим Ну не гомеопатическим, но в общем такое, народная медицина, можно даже сказать Средством для всего, оно помогает от всего Сейчас у меня проблема небольшая с желчным И, ну как сказать, проблему? Просто небольшой каушке Ну, сами понимаете Он помогает и при желчном полу Помогает при воспалении мочеполовой системы Ну, то есть, на самом деле, очень универсальное средство Если вы немного подпростыли, то можно его начать принимать и в профилактических целях И, ну, лучше это делать систематически В общем, раз, средства Витамины, которые я начала принимать Это пантовигара Я его пила, наверное, в 2012 году А, нет, в 2011 году Я пропила 6 месяцев По 3 таблетки в день Получается 2, что ли, пачки У Хайдокола Классные витамины Только после применения в 6 месяцев Ну, волосы реально потом становятся намного лучше Кожа, головы, ну, она всяк, все сразу же отображается То средство, которое реально я раньше видела результат Сейчас я снова решила пропить этот курс То есть, это вот у меня только начался месяц первый То есть, мне еще надо 5 месяцев это пить Ну, хотя бы 3 Ну, хотя бы 3 месяца я это пропью Ну, вообще, нужно очень долго это пить Ой, также тут завалялся бальзам от Сергея Наумова Это мятный, мятный бальзам Тоже неплохое средство Ну, знаете, такое, как бы Просто увлажнение, какое-то легкое для губ Также можно его использовать На кутикулу, к примеру У меня сейчас все можно использовать на кутикулу Ну, вот немножечко я, допустим, набрала Ну, ребят, давайте смотреть реально в глаза Кто использует на губы вот столько вот бальзама Это огромное средство Минтблю называется Вот, допустим, я взяла чуть-чуть И в кутик Втираем, втираем Ну, как у любого нормального человека Санителька есть Вот Влажные салфетки Влажные салфеточки Потому что я отправилась в дорогу И вообще, в принципе, частенько у меня лежит тинглтизер И вот такая вот расческа Это, к примеру, если мне нужно сделать экстренный начес Потому что тинглтизером его не сделаешь Расчесывают идеально мои мокрые волосы И сухие, в принципе, тоже Потому что вот этой расческой я бы не сделала бы ничего с ними, кроме начеса Другой стороной этого хвостика я могу сделать ряд красивый какой-нибудь Зарядка от айфона Естественно, как всегда, помеченная лаком Потому что у меня уже дохера было проблем с тем, что у меня куда-то исчезают мои зарядки А так-так, а, это моя помеченная лака Да, это моя Ну, в общем Вот, как-то так Еще одно средство для того, чтобы увлажнять руки Это средство от Урияж О, боже мой, еще один крем Но он, по-моему, закончился Это Жванши Он уже тоже закончился Ну, это тоже какой-то увлажняющий лосьон Короче, максимальное увлажнение этой осенью Ой, просто излюбленная вещь Это наушники, которые беспроводные Я когда видела, что кто-то в них ходит Я думаю, ну, блин, ну что вам Обычные наушники, лень уже надеть Ну, вот, обленились уже до такой степени Что вы уже на обычные наушники не носите Ну, вот, что с вами не так? У вас что, денег много? Зачем вы их покупаете? Потом такая Попробовала эти наушнички Значит, их можно надеть Они, во-первых, подключаются к компу К телефону И это офигенная вещь Вы можете сделать так И музыка переключится И я так залипла на этой теме Потому что на наушниках, которые на проводе Очень сложно переключать музыку Нужно все время заходить и переключать Возможно, как-то можно там кнопки настроить Но смысл в том, что я тебе такая Блин, так можно делать Вот так я переключила музыку Короче, после того, как я купила эти наушники Я усиленно слушала музыку И долбилась обо правом уху Сейчас уже я не так сильно парюсь Ну, на этот счет Я могу либо, ну, типа Я не так от них фанатею Они до сих пор являются моей необходимой какой-то вещью Если я куда-то отправляюсь И удобно, что они заряжаются Прям от той же зарядки Которая идет к айфону Не нужно мудрить Какие-то другие провода искать Просто берешь зарядку от айфона Заряжаешь и наушники, и телефон Вот такая вещь В моей сумке есть еще Как я их называю? На шатари в пробнике Это такие духи, которые Ну Которые немного меня отрезвляют В течение дня Я их не ношу на себя Я их чаще наношу на запястье И они такие резкие Вот Я просто хочу понять Вот эту тенденцию Почему люди пользуются резкими такими духами И В принципе Я немного поняла Но наносить на себя эти духи Я не могу Это вот в таком красивом пробнике Шанель номер 22 Для меня это более восточный такой аромат Который Не совсем, естественно, мне понятен И мне было до сих пор с детства непонятно Ну почему же моя бабушка Пользуется вот этими духами Сейчас в принципе Ну вот где-то там Далеко Я в принципе могу понять Почему так происходит Вот Но все равно мне Продолжают нравиться Мои обычные духи Которые просто как Твоя Которые смешиваются с твоей кожей Такие они летящие Но они временно сексуальные Но не резкие Вот такие вот Нет такого удара по башке Просто от этих духов Следующий Это Пакарабана Вон Миллион Лаки Ой, Леди Миллион Короче, эти духи Просто я взяла на пробу Ну, как бы мне дали Я такая думаю Ну, в принципе, вроде неплохо Пусть в сумке валяются Они не такие резкие Но, к примеру, они обычные Ну, в принципе, я их могу даже на себя брызнуть Они нормальные Как бы прикольные такие Что-то такое унисексное Даже в них есть Шанель Бой Эти духи напоминают мне мою маму Потому что она ими раньше пользовалась часто Она вообще работает парикмахером И ей напоминает Это вот ее молодость Как вот пахло раньше в салоне Где она работала Ну, это не салон Ну, как-то Как-то она называла Ну, в общем Вот как пахло раньше в салонах В мужских салонах Она вообще у меня чисто мужской мастер И раньше было вот разделение На мужские и женские салоны Как вот сейчас барбершопы Вот И она говорит, что раньше так вот В мужских салонах пахло И это вызывает в ней какую-то ностальгию Ей очень нравится Вот Этот аромат тоже такой более резкий У него интересный шлейф Крайне странный аромат от Байреда Это аромат библиотека Реально пахнет какими-то страницами Из книги старыми Интересный Просто брызнуть на руку На запястье И подождать Потом растереть Там не знаю, что не делать Понюхать Нормально Но на себя оно такое Как бы не знаю Не очень хочется пахнуть библиотекой И мои нашатыри в пробнике Я ношу вот для того, чтобы Как-то, может быть, отвлечься в течение дня В сумке есть такой отдел Который идеально подходит под карты И я туда их прям так складываю Чтобы не было много пространства для кошелька Либо тут могут лежать какие-то мелочевка деньги Либо купюры Но вообще стараюсь всегда Карты расплачиваться И то не картой Хотя я вот ее сейчас взяла На всякий случай Думаю Ну вдруг в Питере нету Этого пейпаса Или как там Ну вдруг где-то нету Я возьму Расплачусь картой Также лежит-то Мои любимые Ясь кофейня Эти Как они? Пятый кофе бесплатно Короче, поняли, да? И тройка Подорожник забыла Вот зачем я взяла тройку Но забыла подорожник для Питера Блин С другой стороны тоже есть кармашек В которые я вот Как раз по причине того Что меня могут обокрасть Не складываю почти ничего Кстати, где мои ключи от дома? Я, конечно, все понимаю Но, наверное, они в портфеле Короче Это, наверное, так Это были все вещи Которые лежат у меня в сумке Надеюсь, вам понравилось это видео Жду ваших комментариев По поводу всего того Что я вам сегодня показала И вообще Подписывайтесь на мой инстаграм И увидимся с вами в следующих видео С вами Ладаша Кей До скорых встреч Пока-пока